Добрый день! Да, это действительно так. Причем не только в нашей стране, а за рубежом. Сложные методики подсчета, но порядка в два раза увеличилось количество музеев за последние 30 лет. То есть было там порядка 40 тысяч, сейчас 80 тысяч. В нашей стране тоже очень такая позитивная динамика. Есть такой портал «Открытые данные Министерства культуры», где все, собственно, можно увидеть, посмотреть и понять. Но не всегда эти данные, так скажем, очевидны. Мне кажется, интереснее посмотреть, что сами россияне отвечают на вопрос о том, где они проводят свое свободное время, каков их культурный досуг. Это вот небольшая выжимка из опроса, который буквально этим летом прошел. И у людей такие же вопросы воздавали в 92-м году. И решили повторить вот сейчас. В целом провел такой опрос. И оказалось, что театры и библиотеки примерно на тех же цифрах сохранились. Там плюс-минус, благодаря всяким технологиям онлайн-чтения, библиотеки чуть потеряли, театры чуть-чуть приобрели. А вот если мы посмотрим на музеи и выставки, то сами россияне отвечают, что они стали в полтора раза чаще ходить в музеи и выставки. Фактически мы говорим о том, что сформировалась культура посещения музеев. Это стало популярно. А это вот отчет Министерства культуры 2019 года. Вы знаете, я бы должна дала вам цифры 2021-2022, но дело в том, что ковид очень вмешался в статистику. А вот это то, что Минкульт, прямо очевидно, на своем сайте вывесил. Статистика действительно впечатляющая. Мы действительно видим, что музеи по всем параметрам растут. И в количественном исчислении, и в том, сколько людей приходит в музеи. Ну и, соответственно, растут доходы, что не может не радовать. Это, конечно, очень приятно для музеев. На самом деле это только часть музеев. Вот это, то, что мы сейчас с вами видим, это 15% средней оценки. Дело в том, что в России очень много музеев, которые не принадлежат Минкульту. Это не государственные музеи, это ведомственные музеи, частные. Мы знали, что есть корпоративные, когда компании заводят свои музеи. И эти музеи, поверьте мне, не уступают по зрелищности и интересу многим государственным музеям. Поэтому, в общем, можно говорить о том, что реально музеев в России сейчас около 6 тысяч. Это даже не считая музеи учебных заведений, потому что они маленькие. Мы их не считаем. Это вот статистика. Можно, вопрос, чтобы было понятно, то есть 15% музеев всего – это государственные. Да, это те, которые включают государственный бюджет. У них есть бюджетирование. Они, более того, более гибкие в плане использования новых технологий. Если у государственных музеев есть определенные ограничения, есть их статусность, не всегда позволяющая пойти на эксперименты, то как раз вот негосударственные музеи к этому относятся с большим удовольствием и всегда пробуют новые формы привлечения посетителей, новые формы диалога. И это очень не может не радовать. Но здесь всегда еще вот такой интересный и важный вопрос тогда присутствует – финансирование. Что было вначале? Финансирование или рост спроса? И вообще, откуда этот ренессанс подпитывается финансово? Есть какая-то информация, чтобы понимать, надолго это, ненадолго? В государственных музеях всегда было государственное бюджетирование. У них есть так называемый госзаказ, который они должны выполнять по количеству выставок в год. И на это они получают деньги. Но у них очень большую роль играет и внебюджетное финансирование, то, что у них остается от продажи билетов. Помимо билетов на выставки продаются всевозможные издания, очень красивые, красочные, дорогие. Продаются лекции, семинары, вебинары. Даже во время пандемии были виртуальные экскурсии по музеям. И это все формирует тот самый внебюджетный фонд, из которого, собственно, они могут экспериментировать и делать новые, более интересные экспозиции. Конечно, нам еще очень повезло. Вы знаете, совпало несколько факторов. С одной стороны, это во всем мире произошло. В какой-то момент, где-то в начале десятых годов, у людей созрела усталость от компьютерного контента. То есть, ну, сколько можно сидеть и смотреть кино перед монитором? Захотелось общения, захотелось куда-то пойти. И в это время стали появляться так называемые блокбастерные выставки. В музеи стало ходить модно. То есть, вот в Европе проводили исследования, спрашивали у людей, что для вас является главным в посещении музея. Один из самых популярных ответов был сделать фотографию, выложить в Инстаграм или любую другую социальную сеть. Плохо ли это, хорошо, но люди приходят. Они приходят, им интересно, для них становится престижно посещать музей. Это становится такой вот хорошей модой, на интеллектуальный досуг. И вот совпадение того, что одновременно все эти факторы сошлись в одном месте, в одно время мы получили вот такой музейный бум. Конечно, финансирование тоже здесь играло свою роль, но в основном это вот инициатива и частных предпринимателей, которые делают свои музеи. Ведь в России частные музеи именно развитие свое получили вот в десятые годы. Вот по наше время они появляются, у людей появляются свои коллекции, которые им хочется представить. Здесь сразу несколько таких вот моментов, которые привели к тому, что такой интерес к музеям растет. Это мы говорим о крупных музеях, да? Понятно, что для Третьяковки, которая здесь представлена, вне бюджета это хороший доход, и они имеют возможность уже новые технологии применять на новых своих выставках. Фактически доход посещаемости технологии, они такой замкнутый круг, в который они попали. А вот краевические музеи, небольшие музеи, они не попадают в этот круг, потому что у них изначально средство, их бюджет, он так формируется, что им ровно хватает на то, чтобы зарплату сотрудникам заплатить. Ни о каком обновлении экспозиции вообще речи быть не может. И поэтому, в общем-то, эта проблема большая. Сейчас наработанные в крупных городах практики должны, по идее, смещаться уже в регионы, должны туда пойти, но нет средств. Государство это понимает. Государство понимает, что краевический музей иногда в городе – это единственный музей. И именно с него начинается знакомство с музеями любого ребенка в этом городе. И если ему не понравится в музее, он потом, наверное, уже никуда не пойдет. Вот если понравится, если эта практика посещения музеев станет популярна, ребенок будет расти, он будет ходить на новые экспозиции, ему это будет интересно. Но на сегодняшний момент краеведческие музеи пользуются методическими рекомендациями 30-х годов прошлого века, когда впервые появились краеведческие музеи в Советском Союзе. И вот здесь, в левой части, вы видите такие этапы становления. Обязательно должны было быть хлора и фауна, поэтому бесконечные чучело-чучело-лесы. В прошлом году в музее Москвы была выставка, которая называлась «Уберите лесу». Действительно, они попытались такой краеведческий музей Москвы представить и сделать это по методикам 30-х годов. Конечно, позже музеи пытались обновиться. Вот на картинке ниже слева вы видите попытку добавить туда информационный киоск, который немножко расскажет. Но все равно такая экспозиция не может стать ни причиной интереса молодого поколения к музеям, ни тем более драйвером внутреннего туризма, о котором сейчас очень много говорят. В общем-то, музеи могли бы на это сыграть. И поэтому государство сделало такую программу модернизации краеведческих музеев, в которых в России по разным подсчетам от 1500 до 1700, чтобы они получили денежки на модернизацию. И 4,5 миллиарда рублей на три года будут распределены между краеведческим и музеем. Собственно, они уже пошли, потому что приходят заявки от краеведческих музеев, в том числе на мультимедиа. А справа, собственно, пример, каким может быть краеведческий музей, если делать его по всем правилам современной музеологии и искусствовой экспозиции. То есть в самой письме методички нет ничего плохого. Вопрос уже очень давно не обновлялся. И сейчас как раз настало такое время обновить методичку, включая мультимедиа. Минкульт выпустил общие рекомендации, но там про мультимедиа совсем чуть-чуть. Написано только, что должно быть. Ну тогда это уже вопрос к нашей индустрии, что конкретно там должно быть. Вопрос не в том, как хороши сами технологии. Вопрос, для чего они используются. Наша задача донести и до музейщиков, и до компаний, которые с ними работают, что то же самое мультимедиа – это всего лишь новый инструмент для формирования экспозиции. И важно, какие задачи он решает. Вот если мы этого не понимаем, то тогда это просто вставной зуб. Понимаете, он некрасиво смотрится, он разрушает экспозицию. Но так нежелательно делать. Конечно, хотелось бы, чтобы по-хорошему формировалась рабочая группа, в которую входили бы и представители музея, и представители индустрии, которые работают не только мультимедиа и те, кто застройку делает. Там много специалистов, которые работают в команде. И, в общем-то, если так будет строиться экспозиция, если мы будем выстраивать ее драматургию, работать над этим, тогда мультимедиа не будет смотреться вставной челюстью и, в общем-то, не будет создавать такой напряженности в музейном сообществе. В общем-то, это долг чести региональных компаний. Я уверена, что среди людей, которые работают с собой технологиями, очень много творческих людей, которые любят свои города и которые готовы интересно об этом рассказать, в том числе и мультимедийным языком. Вот это очень важную, к очень важной грани мы сейчас подошли. То есть мы по секрету, что мультимедия действительно важна. Но вот, если можно, давайте сейчас попробуем определить какие-то границы. Ведь обычно классический музей – это какая-то коллекция артефактов. В современном музее соблюдение этого правила всё так же обязательно. Наверное, классическое сообщество оберегает артефакт, а мультимедийщикам хочется простора для творчества и вообще людям, придумывающим концепцию. Как вот здесь обстоят дела? Музеи действительно сохраняют свою концепцию. Это музей, который работает с артефактами, он обязан. Это же институт памяти. Он должен сохранить это всё в неизменном виде. Если мы говорим о художественных музеях, безусловно, там очень сложно внедрить мультимедиа. Например, картины, ткани, на которых есть росписи, они могут экспонироваться только в определённых условиях. Там условия по свету, очень жёсткие ограничения. Представляете, любой мультимедийный светящийся объект, будь то дисплей или проекция, это сразу разрушается композиция. Во-первых, это перетягивает внимание зрителя на себя, как более яркий экспонат. И разрушается сама задумка куратора, когда определённой дорогой проходит посетитель, от картины к картине выстраивается понимание творческого пути, эволюции, стиля того или иного художника. Безусловно. А если говорить о классификации музеев, вы знаете, мы привыкли в России говорить, что есть кроеведческие музеи, исторические музеи, художественные, декоративно-прикладного искусства и так далее. Но в музеологии существуют и другие способы классификации музеев. И по этой классификации есть, например, музеи, которые работают с артефактами. Вот про них мы сейчас поговорили. Там действительно участвуют, что там мультимедиа разумна, наверное, с точки зрения информационной составляющей. Может быть, проекционная экспликация, проекционная навигация, но, пожалуй, не более того. Это вот то, на чём стоит остановиться и очень аккуратно с ними работать. Но есть музеи, которые ориентированы на истории. И вы знаете, это не всегда какая-то история, которую хочется рассказать. Иногда это история вокруг экспоната, которую мы показываем. И вы знаете, вызвать интерес вот такой истории гораздо проще. Людям какая-то забавная история, вот конкретно про этот чайничек, кто с ним когда-то бегал, как в старом кино, это может быть гораздо интереснее, чем он сам по себе. То есть вызвать обращение к впечатлениям, обращение к эмоциям. Через эмоции вообще очень хорошо рассказывать истории. Все факты, они воспринимаются гораздо ярче человеком, если происходит апелляция к его чувствам, к его какому-то такому внутреннему душевному состоянию. И здесь, конечно, тоже есть музеи у нас такие, как вот «Дорога памяти» Валабина. Или, например, экспозиции, которые были сделаны в Музее Победы. Они иммерсивные, они погружают человека в это состояние. И если мы говорим о том, что мы работаем именно с чувствами человека, пытаемся ввести его в то состояние, которое мы хотим, то здесь без мультимедии сейчас очень сложно это сделать. Безусловно, играет серьезную роль. Или, например, музеи, которые рассказывают историю. Здесь тоже никак не ободействованы. Еврейский музей, да, яркий пример такого мультимедийного музея, где очень немного реальных артефактов. Но история, расскажем, очень талантлива, очень умна. Настолько она аккуратно работает с аудиторией, что всем там интересно. Я не встречала еще ни одного человека, который бы сказал, что ему там не понравилось. Есть музеи русского зарубежья. Он по такому же принципу построен. Очень интересный музей. Есть музеи, ориентированные на обучение или там профориентацию. Сюда относятся практически все корпоративные музеи. Потому что эти технологические процессы без мультимедиа очень сложно показать. У него там музей Вселенной воды в Петербурге. Или музей нефти. Вот они интересно мультимедийно решают ту задачу, которая перед ними стоит. Очень интересная тема. Но у меня возникает другой вопрос. Если мы сейчас вкратце рассказали мультимедийщикам, которые, наверное, специалистам по технологиям, которые в основном представлены аудиторией нашей встречи, то как другая сторона готова воспринимать, а не готовы, вот музейное сообщество к внедрению мультимедийных технологий. Я подозраю, что не всегда это просто происходит. Более того, если позволите, я много лет назад сам работал над звуковым оформлением гиорамы одного очень известного музея. Мы очень старались, но все кончилось тем, что пришли бабушки, смотрительницы зал, и попросили сделать потише. То есть взаимопонимание мы как бы не нашли. И очень непонятно, как вообще взаимодействовать с людьми на Земле, что называется, вот из нашего такого звукового сленга, если позволите. Вот с обратной стороной, как наладить взаимодействие? Вообще есть такая проблема? И есть методики, как находить общий язык? Ну, давайте так. Музейное сообщество, оно тоже неоднородно, как и мы. У каждого слоёв есть своё мнение, своё понимание. И те, кто уже попробовали, поработали немножко с мультимедией или хотя бы увидели, как это в итоге выглядит экспозиция, они уже меняют постепенно своё отношение. Я в последние 6-7 лет выступаю на конференциях двух сообществ музейных, которые работают именно с IT и мультимедиа. Это Совет по цифровому развитию и КОМа и конференция АДИТ. И вы знаете, вот за это время я чувствую разницу, меняется отношение. Когда людям рассказываешь, что можно сделать с помощью мультимедия, а не вот у меня есть такой прекрасный проектор. Естественно, точка не меняется. Поэтому мы и говорим о том, что должна быть концепция музейная. То есть инженеры мультимедиа должны принимать участие в разработке всей концепции, работать на всех этапах того, как мы будем строить нашу экспозицию, что мы хотим сказать, какими средствами мы хотим сказать. И, безусловно, кстати, про возраст. Первый вопрос, который вот один из первых вопросов при формировании концепции экспозиции, то наш посетитель. Вот очень часто об этом все говорят, что, как правило, говорят, ну, все. Не бывает все. Нужно именно выбирать, вот, описать, сделать портрет этого человека. Давайте так вот на очень простом примере. Кино. Кино очень близко к музеям. Оно сейчас активно использует видео в музее. Фильм «Движение вверх». Помните? Прекрасный, замечательный фильм, который выстроен по всем законам драматургии, с нарастанием и кульминацией в конце, прекрасными актерами, которые талантливо играют спортсменов начала 70-х. Какая аудитория у этого фильма? Естественно, молодежь, люди среднего возраста, для которых очень важно показать стремление к победе, умение побеждать, не терять себя, оставаться человеком в самых сложных ситуациях. Но ведь есть еще одна аудитория. Аудитория тех людей, которые в 1972 году смотрели этот царический матч и помнят свои ощущения. Так вот, еще на стадии съемок этого фильма возникли конфликты о том, что в силу того, что нужно было драматургически выстроить ситуацию, немножко изменили факты, которые были на самом деле. И, в общем, современные актеры, честно, давайте признаемся, они выглядят не так, как люди 70-х. Они другие. Их найти нельзя. Но даже если бы мы их нашли, мы потеряли бы молодую аудиторию. Пусть молодой аудиторией, молодые рассказали эту историю так. Им было интересно. А вот для тех, кто из 70-х годов, кто помнит, как это было на самом деле, режиссер сделал совершенно шикарную вещь. Когда пошли титры и дали хронику того настоящего матча, она очень маленькая, поэтому в маленьком окошке разрешение невысокое. Но подлинность вот этого голоса Анны Дмитриевой, криков спортсменов, их неподдельная радость, вот для меня это была кульминация. Вот это было здорово. И все это еще сопровождалось песней и в исполнении Магомаева «Герой спорта» «Будет небесам жарко» сложится о героях песни. Это вот о том, о том, что нужно выстраивать концепцию и учитывать все. Когда мы спрашиваем, кто наш посетитель, это не для того, чтобы рассчитать высоту интерактивных поверхностей, а в общем-то и о том, как разным контентом воздействовать на соответствующую аудиторию. Не пугайтесь, пожалуйста, это идеальный вариант работы над проектом экспозиции. Большие музеи могут себе позволить привлечь архитекторов, дизайнеров, производителей мультимедийного контента. Конечно, в региональных музеях таких людей очень немного. И мне кажется, что очень многие функции из этого списка могли бы взять на себя сотрудники аудио-видеокомпании, которые вот работают с мультимедиа. А вы мне спросите, а где здесь мультимедия? Его здесь нигде нет. Посмотрите на этот список. Действительно, отдельно только вот мультимедийный контент выписан. Но мультимедия здесь есть везде. И в разработке концепции, и в сценарии. То есть мы должны понимать, где вот те места привлечения, которые мы хотим подсветить проекцией или какими-то интерактивными вещами. Не мешают ли они траектории посещения других посетителей? Удобны ли они для того, чтобы стоять в отдалении? Из какого расстояния лучше всего это видеть? Здесь очень много моментов. Какого типа будет мультимедийный контент? Соответственно, мы для него подбираем соответствующие средства визуализации. То есть это очень много моментов, в которые обязательно нужно участвовать специалистам аудио-видеокомпаний. Я понимаю, что это, в общем-то, очень сложный проект, но мы стоим в начале очень интересного становления, становления искусства инсталляции, искусства мультимедийной инсталляции. Мы делаем ошибки. Ничего страшного. Мы ошибаемся, но мы потом должны их исправить, чтобы один сделал ошибку, другой ее уже не потерял. И поэтому, конечно, очень нужно обучение и для представителей музеев, и для представителей профессионального сообщества IT-компаний, аудио-видео, которые работают с мультимедиа. Поэтому вот такой момент. Я хотела бы пригласить вас, извините за маленькую рекламу, на мастер-класс, на котором я поподробнее обо всем этом расскажу, каким образом не повторить ошибки, которые уже были сделаны, какие есть подводные камни. Покажу удачные и неудачные кейсы, так, чтобы вам было просто кто-то хочет действительно по-настоящему гореть желанием не просто прийти в музей и сказать, вот вам проектор, сейчас мы тут его повесим, вот вам дисплей. Пожалуйста, так не делайте. Пожалуйста, приходите только те, у кого действительно глаз горит, у кого душа хочет сделать что-то хорошее. Вы же прекрасно знаете истории своих городов, можете рассказать о них очень талантливо, ярко, так, чтобы дети пришли в музей и туристы приехали в ваш город. Кто, на ваш взгляд, должен туда прийти больше в музейное сообщество, мультимедиа или все вместе для того, чтобы начать этот диалог? с профессионального сообщества начнем мультимедиа инженеров, да, потому что мне важно, чтобы они тоже поняли, что вот мультимедийная экспозиция, вообще экспозиция, это как оркестр, то есть должна быть хорошая концепция, ноты, то есть композитор, который это напишет, но должны быть не менее талантливые исполнители, которые сумеют технически настолько совершенно вписать все эти мультимедийные инсталляции в экспозицию, что это будет бесшовно смотреться. Это не будет выглядеть вставной челюстью, да, это будет красиво, деликатно, умно, и само по себе будет произведением искусства. Для того, чтобы вот к этому приступить, как в музыке, нужна какая-то нотная грамота. Конечно, за один этот мастер-класс мы композиторами не станем и виртуозами, исполнителями тоже, но, по крайней мере, если так вот, в музейной и музыкальной тематике нотная грамота. Мы вот освоим какие-то азы, которые могут быть необходимы, а дальше, дальше очень важно работать, важно смотреть, насмотренность очень важная штука. Ну, расскажу, что можно еще сделать для того, чтобы усовершенствовать свои познания в этом вопросе. Спасибо.